Христианская мода Большое давление я испытывал все эти дни И хочу попросить вас, друзья, пожалуйста, помолитесь за меня в вашем духе прямо сейчас О том, чтобы Бог дал мне смелость и силы сказать истину И при этом, друзья, я не хочу рубить, я не хочу никого унижать Я хочу передать Божью истину с максимальной любовью Потому что именно это сердце Бога В первой части мы говорили с вами за нескромность в одежде За голые плечи, открытые спины, короткие юбки, открытый живот Когда парни одевают обтянутую одежду И здесь можно впасть в крайность, как бы разбирать, что можно, что нельзя Какой айрем, какая вещь христианская, какая нет Но здесь я хочу подвести итог и сказать, нам важно понимать дух Писания Не заниматься буквоедством, а именно дух Писания Новый Завет, вот дух, он весь пропитан скромность, стыдливость И это относится, друзья, не только к женщинам, относится также и к мужчинам Потому что скромность, она выражается и в поведении Она выражается в нашем отношении к материальным вещам И так далее И я вообще выступаю против не личности, а против культуры Не христианской культуры Мирской, такой земной Которая насаждается, которая проникает и в церковь Влияет на верующих Она насаждается нашим детям Быстрее, чем мы даже это осознаем И если вы не слушали первую часть, я советую вам прослушать Это есть на нашем YouTube-канале Если вы думаете, это к вам не относится То, пожалуйста, подумайте о ваших внуках О ваших детях Оно относится ко всем нам И вывод, который мы сделали после первой части Это то, что мы видим, что в христианстве идет деградация То есть, что вот как было раньше Как люди раньше одевались Как люди раньше относились к материальным вещам И как сейчас, сейчас все стало хуже, чем было раньше А вывод, значит, в будущем будет еще хуже Значит, если мы не будем бить тревогу Не будем об этом говорить Не будем останавливать себя То, значит, нас занесет Мы будем, наш пояс съедет с этих рельс И нам важно вот не потерять этот правильный фокус Для кого-то кажется, что эта тема может быть не очень духовная Но я скажу, она напрямую связана с духом Напрямую связана Оно просто вот, вся наша внешность Поведение, отношения Оно просто кричит о состоянии нашего духа О нашем отношении к Богу Или взаимоотношениями с Богом Хочу также во вступлении сказать, что красота вообще это не грех Потому что Бог, я верю, создал вообще человека красивым И вообще в Библии есть примеры красивых людей Но у них помимо внешней красоты были очень красивые внутренние ценности Христианские красивые внутренние ценности Вот это то, что нам очень важно Здесь не запутаться и не нарушить баланс Не потерять баланс Куда мы вкладываем, какую цель мы преследуем Кого мы в жизни представляем И кому мы поддаемся влиянию чего-то или мы влияем на кого-то Хочу прочитать, напоминая всем нам три места из Нового Завета Которые являются основанием всей нашей беседы Подчеркиваю, это основание Почему мы сегодня об этом говорим Итак, 1 Тимофея, 2 глава, 9 стих Написано Ключевые слова Прилично, стыдливость, целомудрие Второе место Писания, 1 Петра, 3 глава, 3 стих Да будет украшением вашим Видите, Бог и Библия не против украшения Здесь идет сопоставление Да будет украшением вашим не внешнее То есть это не главное Не плетение волос, не золотые уборы Не нарядность в одежде Но сокровенного сердца человек В нетленной красоте Кроткого и молчаливого духа Что драгоценно пред Богом И третий пример Титу, 2 глава, с 3 по 5 стих Чтобы одевались прилично святым То есть есть манера, есть стиль Приличный И чтобы вразумляли Молодых Жон быть целомудрыми И чистыми Итак, если сделать итог Или вывод этих трех Мест Писания Новый Завет передает нам Три главных принципа Какая должна быть Христианская внешность Первый принцип Мы не должны одеваться В вызывающее То, что провоцирует Можно показать три пункта Спасибо Мы не должны соблазнять Других людей Второе Мы не должны сверкать Богатой одеждой И третье Мы должны заботиться О внутренней красоте И вкладывать в развитие Нашего духа Вот это три принципа О которых мы поговорим сегодня Раньше, друзья Сейчас поговорим О первом пункте Раньше, если вы помните Друзья, христиан Можно было отличать По внешнему виду Это правда? Правда А сейчас Можно сказать Что так было раньше Это Тоже Правда К сожалению Тоже правда Я помню, как когда-то Я ехал с моим папой на машине Мы приехали в какой-то город Незнакомый И мы искали церковь И мы не знали Раньше же не было Телефонов, GPS И он говорит Богдан, сейчас будем искать верующих И он их вычислял По внешнему виду Я тогда удивлялся Ай-яй-яй Какой папа Как он разобрался Я же в том возрасте Маленький Вообще не разбирался Как это вычислить Он их по внешнему виду Вот на улице Совершенно чужой город Вычислял верующих людей Но это Хорошая история Которая была раньше Сейчас, друзья Я не говорю о том Что христиане Должны быть некрасивыми Вообще Наоборот Мой папа Помню говорил Что христиане Должны быть красивыми Самыми красивыми Они должны быть красивыми И снаружи И внутри Но их красота Она обязательно выражается Или включает в себя Скромность Но это не значит Что нужно быть таким нищим Таким вот забитым Таким вот знаете Все не сходится Не подходит Все такое Такое все Отвратительное Неопрятное Вообще не об этом Идет речь Вы можете быть Очень красивыми Христианами Наоборот Это будет привлекать Внимание этого мира Потому что у вас есть Другая красота Итак Первый пункт Не одевайтесь Вызывающе Или соблазняюще Одежда Не должна Провоцировать Не должна Выглядеть Сексуальной Не должна Соблазнять Противоположный Пол И не должна Возбуждать Похоть В людях Которые Вокруг нас Сегодня мир Мода Погрязла В пороке Сексуальности Это видно В фильмах Это видно В рекламах Это видно В одежде Это видно Везде Этим все Пропитано Это культура Современная Это сексуальность Это вседозволенность Это вот все можно И везде И сколько хочешь Люби себя Насыщай Удовлетворяй себя По полной Программе Девушка Сегодня Молодая И необязательно Хочет привлечь К себе внимание И она Знает Почему-то знает Что есть методы Как можно привлечь К себе внимание Интересно Что есть люди Которых никто Никогда не учил Что вот можно Привлечь к себе Внимание Их этому не учили Специальные уроки Не давали Но почему-то У нее есть рефлекс Что вот если я Вот оденусь Вот так Разденусь чуть-чуть Я обязательно Привлечу к себе Внимание Откуда этот рефлекс Он идет Из греховной Нашей породы Или природы Вот как Маленьких детей Не учат обманывать А они обманывают Это вот греховная Натура наша Вот оттуда И исходит Вот это Греховное желание Соблазнять Или привлекать Свое внимание И когда девушка Она умышленно Специально Оголяет себя Одевает что-то Просветляющее Обтягивающее То на основании Писания Это называется Грехом Одежда Это система Знаков В любом возрасте Она посылает Сигналы Смотри на меня Или смотри Сюда Интересный Аргумент Что какая Наживка Такая и рыба Очень глубокий Смысл То есть любая рыба Она попадается На определенную Наживку И точно так же И люди Ловят других людей На определенную Наживку И если например Девушка Одевается Вот так вот Вызывающе Сексуально Раздета Полураздета Значит она естественно Ловит ту рыбу Которая ведется На эту наживку Ее интересует Это И здесь Получаются Две проблемы И у того Кто попался На эту наживку И у того Кто ее дает Первое Что когда мы Попались На эту наживку Мужчины Их вот это Голая Раздетая Зацепила То дальше Мы понимаем Что вас Сестры Женщины Девушки Его интересует Не вы Как личность Его интересуют Просто ваши ноги И все Интересует тело Им абсолютно Что вы там Как вы чувствуете Ваша душа болит Ваше сердце Абсолютно Не интересно Ему интересно Только ваше тело И все Это очень важно Знать И понимать И мужчина Который Вроде бы Как бы Дает вам Знаки Внимания Который Вроде бы Вас Заметил Он хочет Вас Но не будет Любить вас Здесь есть Большая разница Хочет вас И не будет Любить вас А все же Женщины И вообще Личность Любая И мужчины Они хотят Быть любимыми Не просто Использованными Но хотят Быть любимыми Он не будет Заботиться Потому что Его интересует Другое И важно Еще понимать Что если Ему Если его Зацепили Ваши ноги Или ваши Голые Какие-то части Тела То вам важно Понимать Что его Это зацепит И в другой И в третий Как только он Увидит новые Ноги Покрасивее Чем ваши Он сразу Уже пойдет За этой наживкой То есть Он не привязан Сердцем К вам Он не любит Вас Поэтому для Женщин Которые посылают Такие сигналы Важно понимать Какую рыбу Ты ловишь Она тут же Сорвется Она попалась На твой крючок И она тут же Попадется На следующий крючок Через неделю Поэтому это Очень опасные Сигналы И опасная Культура Которая Развращает И семьи Разрушает Вот почему Нам важно Об этом знать Урок для парня Или для мужчины Который ведется На эту наживку Когда Человек Или женщина Себя оголяет Показывает Свои части Это внешность Это вот все Что есть Это внешность И это быстро пройдет Простите за плохую новость Это пройдет быстро Ваша внешность Красота Морщины И все И потом Кажется Ничего Ценного Не осталось Внутри И уже более Опытные Мужчины Они уже Понимают И знают Что внешняя красота Это классно На мгновение Но потом Когда ты получил Себе В подарок На всю жизнь Жену Где красота Только внешняя Ты понял Что это вообще Не классно Ты понял Что только Внутренняя красота Вот это Классно Долго И навсегда А внешнее Это на мгновение И потом Ты не знаешь На какую стену Лезть Потому что Понял Что только Все внешнее А как важно Вот что Нас созидает Строит Поднимает Когда мы Проходим Самые низкие Долины Самые трудности В жизни Это когда Дух красивый Когда человек Уста открыл Женщина Или мужчина И там такая красота Там просто Вот что-то Хочется рядом Посидеть Хочется послушать Вот это Строит Поднимает Крылья дает Остальное Это крылья Ломает Обрезает Под самый корень Поэтому друзья Нам важно понимать Что намного важнее Лучше пусть Будет красивый характер И добрые дела Плод духа Внутри человека Чем она будет Красивая Худая Модель Такая Разрисованная Ну просто с иголочки Супер модная Пусть лучше будет Красивая внутри Точно так же и мужчина Чем она будет Злопамятная Ворчливая Которая Ропщит Кричит Пилит Внутренняя красота Это относится Так же и к мужчинам Потому что Это Влияет И в ту И в другую сторону Притча 31 глава Написана Миловидность Обманчива А красота Суетна Суетна Вот это слово Суета Я выделяю Красота Она может просто Поглощать нас В суету Сколько туда уходит Куча времени А в итоге Просто пустота Значит нам просто Нельзя переборщить И сохранять баланс Но жена Боящаяся Господа Достойна Хвалы Что вообще Развивает Отношения Любви Друзья Это внутренняя Красота Или дух Это не внешность Это правда И по отношению К Богу И по отношению К человеку То что развивает Реальные отношения Любви Вот кто уже лет 20-30 Да Уже имеет семью То это не внешность Это внутренность Внутренность Вот это то что Держит нас Поэтому я призываю Друзья Родители Давайте будем Учить своих детей Учить своих подростков Чтобы в этом мире Светить Но не плечами Не ногами Не пупком Осветить Чем-то другим Влиять другим Потому что Друзья Вы знаете Что в 15 лет Уже будет труднее Вашей доченьке Объяснить Как это работает Лучше вот так Вот с детства Я помню Мою дочку Я взял в зоопарке Она показывает Папа Вот это не скромно Тетя одета Она еще не знает Значение слова Скромно Но она просто Вот как-то понимает Что Когда-то ей папа сказал Вот это не скромно Потом она вырастет Я не знаю Как будет Я молюсь Я друзья Вместе с вами Борюсь против этой Культуры Голливуда Я точно так же Поддаюсь влиянию Этой моды И всего современного Но как хочется Хотя бы вложить Вот в них В маленьком Детстве Чтобы они знали И понимали Вообще Вообще Друзья Женщина Которая Соблазняет Мужчину Она так же Виновна В этом грехе Мужчина Который Если например Приведу вам пример Происходит ограбление Грабят банк Там задействована Обычно Группа людей Одни заходят Вовнутрь Они грабят Они кого-то Может быть Бьют Кому-то Угрожают Может быть Стреляют А есть люди Которые просто Стоят на шухере Это есть такое слово Не знаю Как оно переводится Но это люди Которые смотрят Если вдруг Будет проезжать полиция Вдруг кто-то Будет проходить Мимо банка Сразу дать сигнал Чтобы все Сразу скрылись И убежали И когда например Полиция схватила Эту группировку Банду Их судят То все виновны И те кто стреляли И те кто Деньги грабили И те кто Там еще что-то делали И те кто Стояли на шухере Потому что Они может быть Не в такой мере Виновны Но они все равно Причастны к преступлению Точно так же И в этом мире Когда женщина Умышленно Зная Понимая Соблазняет Привлекает внимание Возбуждает Похоть В мужчинах Понимая что он Глазами Это его цепляет И она это делает Умышленно Она так же Несет ответственность И так же Виновна в этом грехе Мужчина По-любому Понесет ответственность За свой грех За вот эту похоть Конечно он Он свое Понесет И перед Богом Будет отвечать Но важно Чтобы мы знали Что и мы Тоже И женщина Ответственно Так же За свое Участие Потому что Она знала Что Она делала И тогда Это печально Для обоих людей Друзья Нам важно Понимать Что соблазн Это тоже Грех Луки 17 глава 1 стих Написано Что соблазны Придут Но горе Тому человеку Через кого Они приходят То есть Любой из нас Может быть Соблазном Преткновением Для другого Человека И тогда Это горе Горе Такому человеку И здесь друзья Не важно Какой как бы Вид одежды Мы рассматриваем Это Кто-то говорит Надо только Юбку одевать Это могут быть И штаны И юбки И платья Оно может быть Все равно Выглядеть Вульгарно Развращенно Нескромно Поэтому здесь Суть не только В вещи Которые А именно В нашем отношении И в нашем Месседже Что мы передаем Через нашу Одежду Одежда Это настолько Система знаков Что я вам приведу Сейчас один пример Вы будете просто в шоке Одну женщину Арестовали В нашем городе За то Как она была одета Она была Это реальная история Она была В даунтауне У нас в городе На остановке И была одета Неприлично Из-за этого К ней подъехала полиция Ее арестовали Как бы за проституцию Одели ей наручники Ну и там Вели какой-то допрос Разборки А из-за чего Ее полиция Привлекла внимание Потому что Она была одета Как Юбка покороче Каблуки повыше Подлиннее И представьте себе Это даже не в церкви Это просто полиция Это еще было До покаяния Это была Одна из наших Иммигранток Я так Не знаю Как там был разговор С полицейским Я так себе Ну Придумал сам Ну Иммигрантка Может быть по-английски Не может объясниться А полицейки спрашивают Что вы здесь делаете А она говорит Забыла как сказать Husband Вспомнила Man И говорит I'm waiting for my man Ну и наверное Ее арестовали Я не знаю Как это было там В итоге Но главное Что Это знаете Как бывает Слово Вот вылетело По-английски И не знаешь Как объясниться Но попал в ситуацию Но главный итог Главный итог Это то что По внешнему виду По внешнему виду Люди определяют Если вот Посмотреть на Христианские свадьбы То кажется Что в сегодняшнее время Одеваться На свадьбу Нескромно Это легально Или можно Такой как бы пропуск На один день Вот однажды Один человек С другим спорил И тот ему говорит Ну я сейчас тебе морду набью А ему тот отвечает Говорит Нет Ты верующий Тебе нельзя Это делать Он ему говорит Хорошо Тогда готовься Через пять минут Я выйду с веры Набью тебе морду И потом вернусь Опять в свою веру И оказывается Что как будто Получается так Что мы Думаем Что если вот свадьба То как бы Окей нормально Я выйду с веры В субботу Вышел с веры Там прошелся Полураздетым Полуголым Потом воскресенье Я вернулся в веру И кажется Ну как это Ну как это Где ты такие Пермиты набрал Кажется же Ну Библия же Одинаково везде Или в Библии написано Что Ну ты можешь Вести себя Как хочешь Но если свадьба То Ну конечно Это же свадьба Или например Пришел в ночной клуб Очень такой Вульгарно одетый Тебе спрашивают Как ты пришел В таком виде Он говорит Ну как Ну это же ночной клуб Ты подумал Ну и правда Это же можно А потом снова спрашиваешь А ты почему здесь Такая нарядная Ну как Как Это же свадьба Ты подумал Ну и правда Свадьба Значит можно А потом чешешь затылок Ну так подожди Так Библия везде Или не везде Ну смотря у кого Как она работает И получается Как бы что Как будто мы сами Запутались Вот как-то неумышленно Я верю друзья Что некоторые люди Просто неумышленно Мы попали Под влияние культуры Мирской культуры Нас занесло Мы плыли в лодке И потом лодку Немножко повернуло Занесло В другом направлении Не обязательно Это так со зла Провоцировать Мы просто живем Как бы вот Голливуд нам диктует А если нету Противоядия Нету иммунитета Духовного Нас это поглощает Нас внутри Это разлагает Духовно нету Вот этого рефлекса Что День-день-день Колокольчик Ну что ты делаешь Ты же своих детей Показывающим пример Если у тебя сегодня Пол спины Голой То какие будут твои дети Ты же сигналы посылаешь Я помню Как Одна Сестра В церкви Сделала такое видео После После свадьбы Что Или брат Не знаю кто это сделал Но молодая пара И потом Выпустили видео Как они В траве Там Друг друга целуют Там Руки проходят По голой спине Мне так было больно Неужели у нас Недостаточно Порнографических Фильмов Что уже Христиане Выпускают Такие ролики Там На сушилмидиа Показать Как они себя любят Какой это пример Для подростков Для нового поколения Вы понимаете Насколько это Это идет Вот как бы Я верю Что это опять же Возможно Не подумала Просто мы попались Под влияние Голливуда Под влияние Этого мира И мы вот Движемся в этом И нам важно Иногда делать себе Остановку И понимать Что Если даже Это свадьба То я понимаю Что там Праздник Невесты Праздник Этой пары Да Это я согласен Стоит что-то сделать Особое для них Но нам также Иногда себе Важно задать вопрос А как Моя свадьба Может Прославить Бога А как Моя свадьба Я могу Почтить Бога How can I honor God Through my wedding Правда Вы были бы счастливы Чтобы ваша дочка Так подумала Или Или сын Так подумал Можно ли Чтобы через Это даже Привлечь Хоть чуть-чуть Какое-то Внимание Нашему Богу Которого мы Представляем Кто-то скажет Но Ты знаешь Моему мужу нравится Вот как я одеваюсь Моему мужу нравятся Такие вот Нескромные Может быть Виды Короткие И так дальше Я хотел бы сказать Друзья С уважением К вашему мужу Здесь вопрос Чье это мнение Это мнение Не важно Президента Или вашего мужа Мы должны ставить На самый высокий Авторитет Это слово Божье Если вашему мужу Это нравится То пусть лучше ему Это Ну так скажем Если он хочет Чтобы вы выходили В публику В таком внешнем виде Сексуальном То вопрос Что он хочет этим сказать Чтобы все увидели Какая у вас кукла И чтобы тебе сказали Ухау Ну ты И потом ты такой Ну просто еще Встал на На пару инчей выше Так Вот кажется Вот это ты достиг И если например Ты скажешь Ну это мой муж Ему нравится Ну окей Нет проблем Если это в твоей спальне Пусть она одевается Не только скромно Там можно вообще не одеваться Это в спальне Это нормально А когда ты выходишь На люди Там это совершенно Другие ценности Другие месседжи Мы посылаем И здесь как бы уже Слово не просто Мнение человека Важно А если мы верующие Себя к этому относим То здесь авторитет Писания Вот это стандарт Планку Которую нам нельзя Повышать Друзья Если твоя личность Your identity Is expressed through your body You will always feel dirty Если твое Достоинство Личность Она выражается В твоем теле И ты это тело представляешь Ты будешь всегда Представлен грязным Знаешь почему? Потому что ты сделан Из грязи Простите Но это правда Бог создал людей Из праха Это земля Это грязь И когда человек Представляет свое тело Всегда будет выглядеть Грязным Always will feel dirty Но когда мы имеем Свою личность Своё вот это Самодостоинство Оно основано На Иисусе Христе Мы вообще Свободны от этого Просто можно Расслабиться Нам не надо Переживать У нас просто Самодостоинство Основано На других Ценностях Друзья Ты никогда Не будешь страдать Низкой самооценкой Если Христос Это твое основание А так всю жизнь Будешь гнаться За своим уважением Авторитетом Вниманием И только разочарование В итоге Друзья Еще одну важную мысль Хочу сказать Если вы видите Кого-то Кто одет Нескромно Вызывающе Не спешите их Обличать Не спешите судить И не спешите Обличать Несколько причин Первое Подождите Пока ваши дети Вырастут Или внуки Потому что Вы сейчас Другого мнения Но потом С вами дети ваши Поспорят Помоги нам Господи Дальше Пришла допустим Дочка Церковь Ну так пришла Одета Грубо Раздета Что просто Смотреть в ту сторону Неприятно Неприятно И хочется только Сказать Ну куда же ты Красавица Так нарядилась И вот такие мысли Идут например В ту сторону Или кто-то Кому-то хочется сорваться Кто-то возмущается На стуле Хочется подойти И сказать Встань и выйди Или ну Посмотри на себя А здесь параллельно В этой же истории И в этом же зале Сидит мама И думает Хоть бы не выгнали Хоть бы не выгнали Слава Богу За то что она Хотя бы В церковь Пришла Правда Как мы можем Резко Так раз Два Обрубили Отправили А мама Сидит и дрожит Как лист Слава Богу Что хотя бы Пришла Какая есть Полураздетая Ну хотя бы сидит Пусть хотя бы Будет здесь В церкви Поставьте на место Этой красавицы Вашу доченьку И сразу все меняется Вот как мы должны Относиться Друзья К людям Или например Сын пришел Прическа такая Знаете Голубая Фиолетовая Не поймешь Такой типа Mixed message Такой confusing Не понимаешь Или пришел там Не знаю В шортах В шлепках Хочется сказать Встань и выйди Но некоторым сказали Выйди Или не заходи В церковь И они больше туда И не вернулись Да Замечания вроде бы По делу Но так отвернули От Бога От церкви Так ранили Вот этого Молодого Еще незрелого Христианина Вообще Который не имеет Никакого основания В жизни Сам себя еще ищет И вот так В церкви встретили Что он больше никогда Туда не вернулся Как нам важно Все Это делать Очень Деликатно И осторожно Друзья Потому что Обличать Может Только тот Кто знает Церковный Дресс-код Это правда? Нет, друзья А теперь внимание Всем, кто онлайн И всем, кто Здесь Обличать может Только тот Кто любит людей Только тот Кто любит людей Поэтому Моя молитва Перед этой проповедью Была одна Господи Помоги мне Сказать это с любовью Я не хочу Рубить Я не хочу Людей унижать Это вообще Это вообще Не дух Евангелия Это вообще Не Бог Бог Он это делает Все настолько С любовью Он это делает Настолько С любовью Поэтому Вот сейчас У нас идет Вот эта тема Мода И вы смотрите Вокруг Там на разные Эвенты На разных людей И кажется Ну как ты Не слышал Хочется Подорваться И хоть Подзатыльник Маленький Дать Но вспоминайте Вспоминайте Вот этот Вот этот принцип Обличать может Только тот Кто-то делает С любовью Да Конечно Стоит одеваться Прилично Вы скажете Это зачем 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 Это религиозность Но здесь Есть такое Вот Чувство Или уважение Респект Уважение Уважение И я уверен Что если бы Президент Трамп Вас как-то Вы не верите Да Но как-то Бы пригласил Вас На встречу Вы бы не пошли К нему Там В таких Не знаю В мини-юбке В шлепках В шортах Развалились Вы бы не пришли Так Почему Респект Респект I'm in the presence Of the president А здесь Ты в присутствии Господа Бога Не только здесь А вообще везде Если страх Божий Есть То он с тобой Везде А если его нет То ты можешь Здесь быть В воскресенье Это тоже Глубокая разница Поэтому друзья Бывают Такие моменты Что Человек пришел Помню Была одна молитва Вышли люди Вперед Я молился За них И была там Одна сестра Я не знал Куда руку положить На голову Прическа Ну как ты Испортишь Человеку настроение Нельзя Думал На плечо На спину Спина голая Или плечо Ну нельзя Ну куда еще ложить На ногу Не положишь И вот стоишь В таком Господи Молишься И за сестру И за себя Вот такие ситуации Получаются А дотронешься Дотронешься Вы же понимаете Что Когда тело Голое Соприкасается Мужчины и женщины Происходят искры Искры происходят В невидимом мире Такой ток Не знаешь Кого Ее или тебя Оно ударило Но кого-то Ударило Еще есть вариант Ну что ты так Переживаешь Пастор Я иду Я уверен За меня Никто не будет молиться Но лучше Чтобы молились Правда Лучше Ожидать Перемен Молитвы Кто-то идет И знает Я никогда там не буду Я там не было Лет 10 И не буду Но лучше идти С таким Открытым сердцем Вот Господи Не ожидала Перемен Но сегодня Ты говоришь К моему сердцу Слава тебе Господь Друзья Хочется Если вы позволите Сделать комплимент Вот в этой Вопросе Внешности И скромности Моей жене Я не знаю Кто ее знает Вот 15 лет У меня за всю жизнь Ни разу Не было Не было Случая Чтобы я ей сказал Иди переоденься Как ты нарядилась Что ты Что ты себе позволила Зачем Какой твой мотив Что ты этим хочешь сказать Кто ее знает Давно Я Думаю Или верю Что она красиво Одевается Очень Элегантно Красиво Со вкусом И всегда скромно Вы знаете Я понял Что это исходит Изнутри Если вот оно Внутри есть Вот оно Я благодарен Что она хороший пример Для моих дочерей Потому что Нам надо понимать Как мама одевается Всегда дочки Будут одеваться хуже Это же Мы же видели Тенденцию Вот как было 50 лет назад Как сейчас И как будет В будущем Это Паттерн Который мы видим Поэтому друзья Нам важно Понимать это Кто-то скажет Ну Сейчас в магазинах Или там где-то Скромную одежду Вообще нельзя найти Трудно ее найти Это правда Я помню Как мы студентов В СМБС Говорили Там что такие Короткие юбки И они говорили Простите Такая мода Вот в магазине Три прошли Вот Ну не продаются Такой сейчас Вот стиль И все Я согласен Что такое бывает Мы все люди Мы входим В положение Друг друга Но когда ты Одеваешь вот это И твое сердце Вот оно болит Ты понимаешь Это не то Это не туда Это да В магазине Невозможно найти Но твое сердце Понимает Что это Бога Как-то оскорбляет Вот когда ты В таком состоянии Сердце ходишь Перед Богом То я думаю Даже если ты там И попался И одел что-то не то Бог это ценит Но когда ты Одела И ты даже Вообще Не чувствуешь Ничего Вот тогда Здесь потеряна Вот эта Духовная Чувствительность А теперь Друзья Внимание Хочу поднять Нашу планку Скромности Немножко выше Кто сказал Что скромно Нужно одеваться Только в церкви Дайте мне Местописание Где написано Если ты идешь В воскресенье Оденься нормально В понедельник Выходи из веры Ну где написано Что только в церкви Это еще одна крайность Которая У нас как-то воспиталась Что вот Помню Как-то беседовал С молодежью И она рассказывала И парни рассказывали Вот в пятницу Мы идем В ночной клуб А в воскресенье Мы сидим В хоре На сцене Главное Внешний вид Косынка Все нормально И смотришь Ну одна ходячая Скромность Еще и поет А то что было В клубе В пятницу В баре Это уже Это уже как бы Это уже нет Это уже выход из веры И вот здесь И вот здесь хочется Поднять план Косынку Чуть повыше Ведь мы призваны Как христиане Быть солью везде Светить везде Не только В церкви Но и везде И здесь друзья Нам важно Понимать Что и на работе И в колледже И везде Профайл Иногда Это вообще Это вообще не та Ву И с друзьями И с друзьями Реальными И друзьями Социальными Один сказал На мой похорон Никто не пришли Кроме тысячу человек Друзей С фейсбука Понимаете Есть разного Вида дружба Но все равно Мы везде Представляем Иисуса Христа 2 Коринфянам 3 глава Написано Вы письмо Христово Узнаваемое И читаемое Всеми человеками Открыл страничку И узнал И прочитал И все понял И закрыл Вот почему Мы должны быть Светом Друзья Везде Если вы Мужчина или парень И вам Вы умышленно Соблазняете Какую-то девушку Женщину Замужем Не замужем Нет разницы Это тоже Такой же грех Это тоже Точно такой же Соблазн Если вы это делаете Специально Расстегнули Чуть больше Рубашку Показали вашу грудь Кого-то нечаянно Так прошли И потрогали Нечаянно За руку Нечаянно Дольше подержались Волосы Потрогали Это все знаки Или глазами Что-то там Моргнули Смсочку такую Тоже там Отправили Это все повод Это все повод Который Разжигает Страсти Похоти Потом за эти слезы Кто-то будет платить Поэтому это грех Это нельзя делать Это не стоит делать И каждый раз Когда вы одеваетесь Друзья И вы не уверены Если моя юбка Слишком короткая И вы не знаете Ну нормально Или ненормально Если вы сомневаетесь Расслабьтесь Ненормально Если у тебя есть сомнения Ну все Вопрос решен Один так Чтобы не сомневалась Тогда не надо мерить А сколько инчей можно Ну вот сколько Ну чуть-чуть Или вот так А сколько Не надо тебе линейка Ты просто Чтобы не было Никаких сомнений И все Если вы одеваетесь Куда-то идете Просто одну молитву Короткую сделайте Она вам поможет В жизни очень И поможет Вашим дочерям Дух Святой Научи меня Представлять тебя Дух Святой Скажи в мой дух Если вы верите Что Дух Божий Живет в вас Дух Святой Скажи мне Это к мужчинам тоже Которые могут одеваться Там круто Или как-то сверкать Скажи мне Я правильно Одеваюсь Даже не обязательно Пастор спрашивает Вот Духа Святого Спросите И если вы к нему Открыты Он обязательно вам скажет И вы так Тихонечко Тихонечко Смирененько Без крика и шума Пойдете и переоденетесь Так что обращайтесь Туда Почаще Друзья Потому что Самая наша Главная цель Это понимать Что мы должны Заботиться За внутренность Свою За красоту Своего Духа За нежный Мирный Дух Написано Это драгоценно Пред Богом Кроткого И молчаливого Духа Мы представители Его Царства Его культуры И имеем Другие ценности Здесь На земле И здоровье Нашего Духа Напрямую Влияет на нашу внешность И на все сферы Нашей жизни Итак мы прошли Первый пункт Второй пункт Это Не сверкай Дорогой одеждой Естественно Мы Не пройдем Это все Сегодня у нас Не будет На это время Но я хотел бы Друзья Чтобы мы Еще пару мыслей Скажу Читаю Второй Тимофея Девятая глава Десятый стих Написано Чтобы украшали себя Ни золотом Ни жемчугом Ни многоценную Одеждою Акцент Многоценная Одежда Еще один пример Первая Петра 3.3 Написано Пусть у вас Будет Нероскошная Одежда Или Ненарядность В одежде Если вы знаете Английский язык Там написано Fine clothes Beautiful clothes Expensive clothes Дорогая Красивая Одежда Раньше Когда мы говорили О скромности Как-то всегда Сразу срабатывала Такой рефлекс Значит главное Чтобы юбка была длинная Но почему в Библии Написано Вот эта Дорогая Дорогостоящая Одежда Я посмотрел Разные переводы Чтобы убедиться Что действительно Это так есть И почему-то Там идет речь О дорогой одежде И здесь друзья Вот я Хочу подчеркнуть Здесь я не хочу Никого рубить Не хочу никого Опускать Здесь я одно Предложение имею К вам Дух Святой Пожалуйста Объясни мне Вот это место Писания Что это значит Потому что Я вам скажу Своё мнение Вы можете не согласиться Но если вы верите Что для вас Писание Это авторитет Это Библия Если вы верите Что даже Вот эти строчки Это тоже авторитет То что это значит Куда его Как его применять В жизни Как оно работает Многоценная одежда Из греческого Это переводится Очень дорогая Это включает в себя Понятие Расточительство Или трата Зря С целью Чтобы произвести Впечатление С целью Чтобы произвести Впечатление Это не значит Друзья Что все украшения Что Бог против прически Что Бог против одежды Красивой Что это всё грех Но это всё Не должно стать целью Внимание Не должно стать Приоритетом номер один И самое главное Не должно Занять наше сердце Не должно Прилепиться К нашему сердцу Иначе Когда приоритеты Сбиваются Когда материализм Мода Голливуд Преобладает Мы водимы Брендами Тогда Эта проблема Это внутри Разрушает Духовно Деградация Это просто вопрос времени Если сбит Баланс Это не значит Что мы должны Все быть серые И одинаковые Это не значит Что всем нужно Одеваться с Волмарта Это значит Чтобы ценности Приоритеты Не сбились Привязан ли я к этому Или нет Здесь в этом Стихе Противоставляется Друзья Внутренная красота И духовные ценности Вот это важно Заметить Противоставление То есть Ты можешь Вот это иметь А можешь Вот это развивать Внутреннее То есть плотское Внешнее Или же Духовное Внутреннее Твой дух Вот это Противоставление Вот это цель Наша цель Сегодня не просто Понять Вот это нельзя 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 Все нельзя А что можно Вот это нам Важнее понять Куда нам двигаться Что нам делать Вот это что нужно делать Дух свой Укреплять Заботиться За духовное Своё состояние Тогда внешнее Всё Поменяется Потому что Всё исходит Изнутри Мы не можем Поменяться Снаружи Внутри Но начинается Процесс внутри И оно выражается Нашей внешностью Вот это Очень-очень важно Дешёвой одеждой Тоже можно сверкать Не в ту сторону Поэтому здесь Вопрос не только Цены Или стоимости Себестоимости Потому что У каждого Разный уровень Для кого-то Сто долларов Это дорого А для кого-то Тысячу долларов Это недорого Поэтому здесь Вопрос в другом Немножко, друзья Нам важно Понимать Что здесь Вопрос в том Ради кого Ты это одеваешь Крутую Дорогую Шикарную Ради чего Кого ты это одеваешь Кому ты это Месседж посылаешь Какой твой мотив Сердца Вот с этим вопросом Нужно пойти домой Об этих вопросах Мы поговорим И во второй В третьей уже части Но какой мотив Твоего Сердца Вот это, друзья Для нас Очень И очень Важно Мне хочется Чтобы мы все Вместе с вами Сегодня помолились И поняли одну вещь Когда-то Пример такой был Хороший Форд Вы знаете Этого человека Который Создал машину Форд Очень богатый Влиятельный И когда-то У него спросили вопрос Почему ты так Этот олнер Папа Почему ты так Скромно Просто одеваешься Ты же миллиардер Вы знаете Что он сказал Он сказал Нет А потом еще был вопрос К сыну А почему вы С сыном так Отличаетесь Почему ваш сын Президента Компании Форд Так Шикарно Круто Ну просто В брендах До зубов Так одевается И папа ответил Почему он так Просто одевается Он сказал Потому что я знаю Кто я есть А почему сын Так одевается Потому что он еще Не знает Кто он Есть Для нас Христиан Здесь важно Identity in Christ Твое Самовыражение Во Христе Кто ты Как личность Если нету Стержня Духовного Это все Тебя занесет Любая там Мода Порог Культура Мирская Тебя просто Задушит Нету Внутри Ничего Мы просто Идем По течению А против течения Нет силы Вот почему Мне тяжело Духовно Потому что я понимаю Я иду против течения Поэтому я и просил Вашей поддержки Духовной Потому что Как хочется Чтобы в этом Мир будет больше И больше развращаться Больше и больше Будет катиться ко дну Зла будет больше Беды будет больше И как хочется В этом мире светить Чтобы люди видели свет Видели вот эти Жемчужинки Вот эти Которые Их мало Редко Но это меньшинство Это соль Понимаете Соль Которая Меняет вкус Жизни Ведь мы же Называемся Солью А если взять Такое ведро Борща То там соли Нужно чуть-чуть Пусть нас будет мало Но оно меняет Весь вкус Жизни Вкус Жизни Меняет Ценности Другие Представляет Друзья Это то Правильно Одеты Так Друзья Отношение С Богом Влияет Я потерялся Я потерял Я потерял То место Где Я потерялся Давайте Мы встанем Битвы Я потерялся Сбился Христос Тяжело Тяжело Все такое Вроде бы Внешнее Хочется Настоящего Внутреннего Будьте благословены И сейчас Действуйте В молитве Во имя Иисуса Христа Аминь